Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, я думаю, что не всегда нужно делать ролики на какие-то такие, знаете ли, серьезные и интересные темы, тем более, когда вот таких вот, знаете ли, серьезных и интересных тем нету. Однако сегодня я бы так или иначе хотел затронуть тему, которая беспокоит меня еще, наверное, с того момента, как она появилась. Квесты на GTA-сам серверах. И вы знаете, откуда вообще все это пошло? Есть такие MMORPG игры, ну, я думаю, вы их знаете, я думаю, за примером далеко ходить не надо в данном случае. Это World of Warcraft какая-нибудь, я не знаю, там, блядь, да, я думаю, блядь, World of Warcraft, Lineage 2. Вот это самые яркие представители всего жанра, как мне кажется. И по этим двум играм, я думаю, у вас сформировалось представление о том, что такое вообще MMORPG игры. Так вот, вся суть MMORPG игр, это качаться, прокачивать уровень с намного большим уровнем у вас там, блядь. Как же сложно объяснить вот эту вот хуйню, которая априори должна быть всем понятна. В общем, мне похуй. Если что-то, вы сможете погуглить, что такое MMORPG и почему вот у меня так сильно говорит. Так вот, квесты в MMORPG так или иначе связаны одной цепочкой повествования. И там, чтобы вы понимали, эти квесты, они, ну, не совсем дойти до чекпоинта и там, я не знаю, дойти до того чекпоинта, потом дойти до того чекпоинта и так далее. Я сейчас говорю про праздничные квесты на Arizona Roleplay. Хоть это и все преподносится с какой-то вот одной историей, однако, ну, такое. И Arizona Roleplay, чтобы вы понимали, это еще полбеды. А вот, допустим, квесты там, я не знаю, на Evolve, хотя я не знаю, как выглядят квесты на Evolve, но я могу предположить, что так же, как на Сампропе. Не спрашивайте, откуда у меня такое предположение. На Сампропе квесты нам выдает кто? Непонятно. Абсолютно точно непонятно. Мы просто берем линию квестов откуда-то из воздуха и только потом приходим к квестовым персонажам, которые нам что-то рассказывают. И то это происходит не всегда. И вот квесты, они как-то не связаны одной цепочкой повествования. То есть один квест должен плавно там вытекать из другого. Вот, допустим, я не знаю, ты перетащил 20 стогов сена, но последний стог сена был какой-то не такой, и по итогу вся ферма сгорела, и теперь ты как-то должен это исправить. Вот, в моем понимании, вот это вот хорошие, такие неплохие квесты. При том, что они как бы будут у каждого игрока. Это будет как-то не особо правильно, что вот каждая новая ферма будет гореть. Однако, ладно, вы можете подумать, что я вам несу какую-то полнейшую хуйню, однако нет. Меня в самом деле беспокоят квесты, потому что квесты на большинстве GTA Samp серверов, это стало прям основой всей жизни, чтобы вы понимали. То есть без хороших квестов в начале, в принципе, игры дальше можно не видать, потому что именно квесты знакомят новоиспеченного игрока, новоиспеченного человека, пришедшего Samp в Samp со всей этой системой, со всей этой тематикой, со всем вот этим вот, всем тем, что там такое вообще есть. И вследствие этого от квестов зависит то, останется человек играть на сервере или нет. А вот когда они выполнены как-то, ну вот так вот, по типу там, перетащить то, туда, сюда и так далее, ну это какой-то, это полнейший пиздец. Я уж не говорю о том, что как бы на рулеплей серверах, если они так называются, там в принципе не должно быть квестов. Насколько я знаю, вот эти вот все квесты, они пошли с Samp РП, потом их подхватили другие, другие и другие люди. Квесты чаще всего делаются на отъебись, вот опять же, опять же, квесты не должны делаться на отъебись. Я считаю, что в принципе квесты на большинстве GTA Samp серверов, если не на всех GTA Samp серверах, нужно в принципе переосмыслить. Потому что то, что там есть сейчас, это какое-то полнейшее говно. Вот вас в самих, блять, не заебало. Вы регистрируете новый аккаунт, и как для женщин, так и для мужчин, и как для чернокожего человека, так и для белокожего человека, идут одни и те же квесты. Я не то чтобы расист, я не говорю, что что-то должно различаться. Все так или иначе равны, но, блять, серьезно. Почему нельзя, допустим, какому-нибудь черному парню из Гетто, который, допустим, на той же Аризоне просыпается не совсем на спавне белокожих людей? Почему ему нельзя обустроить какую-то другую цепочку квестов? Прямо чтобы она ввела его, допустим, к криминальной жизни, ну так или иначе, чтобы он мог выбрать. А, допустим, белый человек, чтобы цепочка квестов его вела, вот, как бы его на путь госников. Однако, это просто цепочка такая квестов. Ты, по идее, можешь выбрать другую цепочку, ты можешь в тот же черный район прийти к тому же черному чуваку и начать проходить те же самые квесты. Но то, что есть сейчас, опять же, на большинстве GTA сам серверов, это полное говно. Прямо вот вообще полнейшее, блять, говно. И вы знаете, возможно, возможно, можно списать... Я задел по фильтр, блять, ну, ёптвою мать. Возможно, вот я могу сказать, что можно списать с кудоумия квестов, вот такую скучность и душность квестов, на то, что функционал сам помаленький. Но, блять, серьезно, почему квесты как выпускаются, так и не меняются никогда? Да. То есть, они выпущены для галочки и все, и они не меняются. Даже вот те же праздничные квесты на Аризоне, про которые я сегодня уже говорил, они чаще всего повторяются. Там, на 9 мая, на Новый год, на Хэллоуин. Все это повторяется, все циклично абсолютно в этих квестах. Не разрабатываются какие-то новые квесты. Да, я понимаю, что так или иначе на роли плей, сервере квесты это не главное. Но, это же полнейший пиздец, когда, допустим, чтобы получить, ну, чтобы побыстрее получить второй левел, для того, чтобы комфортно себя чувствовать на том же сам ПРП, ты должен пройти квесты. Иначе играть 8, блять, часов. 8, сука, часов. Это, блять, за один день практически не вкачать. Если ты получил, если ты не получил один ПЕД, то уже надо больше играть. А если ты вообще пачку ПЕДФ приебал, что в таком случае вообще нужно делать? Поэтому, лично, я считаю, что система квестов, которая придумана на данный момент на большинстве серверов, является полнейшим говном. Хотя бы потому, что цепочки квестов не связаны между собой. Только более-менее резонно постаралась как-то связать все эти цепочки квестов. Сначала один чел, потом этот один чел, после того, как ты прошел у него все квесты, тебя перенаправляют к другому челу. А другого чела к другому челу. И потом вся эта линия просто-напросто завершается. Но новогодние квесты, они, понимаете ли, не связаны никакой линией. То есть, и вот мне именно вот это вот непонятно в данном случае. Однако, что ж я могу сказать? На этом, наверное, все. Я понимаю, что ролик получился немного необычный. Хотя это мой канал. И даже если я буду записывать практически 7-минутные ролики о квестах, то я хочу вам сказать, что эти ролики, они все равно будут лучше, чем ролики Брулева. Понимаете? Записаны на фоне кровати. И мне абсолютно похуй на то, что вы там подумаете. Потому что я кто? Я Брулев. И многое, многое другое. Однако, квесты на большинстве самп серверов мне все равно не нравятся. И это мое личное мнение. Все, спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...